МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях к этого дня узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Встал, но не вышел. Девять друзей Насирова с адвокатскими дипломами не помогли ему в суде. Блокадная мода шагает по стране. Кто приходил к стенам судов? Банка и министерство Авакова. Упреждающий удар садовый поведал о заведенном на него уголовном деле. Но даже после этого Львов чище не стал. Ну, начинаем с главной новости последних часов. В Донецкой области участники транспортной блокады заявили о начале силового сценария разрешения конфликта. По их информации, силами СБУ в Кривом Торце был взят один из редутов. Проверить информацию мы попросили моего коллегу Руслана Смещука. Он работает на Востоке и сейчас на связи с нами. Руслан, что тебе известно? Мы тебя слушаем. Катя, первое сообщение о силовом разгоне участников торговой блокады под Торецком. Появилось сейчас дня. Мы тут же выдвинулись на место событий. Однако, примерно в километре от редута были остановлены группой нацгвардейцев и полицейских. Те были в полной боевой выкладке на бронемашине «Спартан». Силовики перекрыли дорогу и, ссылаясь на приказ руководства, вообще не пропускали никакой транспорт. При этом категорически отказывались давать какие-либо комментарии на камеру о происходящем. И вообще требовали их не снимать. Не, давайте вообще никого не будем святить. Не можем. Ну вот, мы находимся на этом. Я не понимаю. Просто, как бы, у нас есть задача и команда, что у нас запрещено снимать. И нас, и технику, и вооружение, и местонахождение. Ну, как бы, мы ничем не можем помострее. Также мы попытались проехать наряду по двум другим дорогам. Они также были перекрыты, после чего мы переместились на соседние позиции участников торговой блокады в Бахмуте. И там нам рассказали, что, да, действительно, под Торецком был достаточно жесткий и неожиданный штурм. Хлопцы пропустили спецподрозділ полиции, который проверял у них документы, запустили свой табор, и те начали их бить и арештовывать. На данный момент есть информация про то, что больше половины табора находится в Турции, в каком-то местном райотделе. Неспокойно нарядуте и в Бахмуте нам рассказали, что сегодня туда прибыло несколько нарядов полиции, искали взрывчатку, а позже появилась информация о подготовке полицейского спецназа к штурму и этих позиций. Вчера появилась информация, что они в полном экипировании? Вчера появилась информация о том, что полицейский спецназ, разведники сказали, что они готовы до выезды, они там в полном экипировании, и у них какая-то тревога черговая. То есть мы ожидаем, что сейчас будет прямой штурм нашего редута. Подъехали работники полиции, которые сообщили нам о том, что надешев анонимный звонок, и сами рейсы, они заминованы, переезд заминованный. Провели обшук с собаками, проверили переезд и так и ничего не нашли. На данный момент ситуация очень напружена. Продолжение следует... Катя? Руслан, продолжай следить за событиями. Тема очень громкая и непредсказуемая в своих последствиях, поэтому мы будем наблюдать за ее развитием очень внимательно. Ждем от тебя свежей информации ближе к концу выпуска. Это был Руслан Смещук с востока Украины, и возможно там, в эти минуты, заканчивается транспортная блокада. Мы еще вернемся к этой теме. Но полтора месяца этой блокады для страны, скорее всего, даром не прошли. Похоже, блокада, как и прогнозировали многие эксперты, становится новым трендом в украинской политике. Только сегодня к этому методу прибегали не раз. Так представители политического движения «Национальный корпус» в буквальном смысле забетонировали центральный вход в отделение российского Сбербанка. Таким образом, радикалы выразили свой протест против работы российского финночреждения в Украине. Напомню, на прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков призвал ликвидировать украинский филиал Сбербанка, то есть фактически лишить банк лицензии. В НБУ заявили, что уже начали рассматривать этот вопрос. Напомню, по данным Национального корпуса, депозитный портфель финночреждения составляет 11 миллиардов гривен. В случае его ликвидации деньги вкладчикам придется возвращать из фонда гарантирования вкладов, то есть за счет госбюджета. Мы требуем ликвидировать лицензию этого банка, потому что он на 100% належит российской державе, даже не приватному российскому капиталу. Самая Российская Федерация, как держава на 100%, является владельцем и получающим прибытием от деятельности так называемой дочки Сбербанка России. Не Сбербанком единым. Заблокировать вскоре могут и Министерство внутренних дел. Это пообещал сделать нардеп Сергей Каплин. Сегодня активисты у стен МВД снова требовали справедливых пенсий для ветеранов-силовиков. В следующий раз намерены провести уже бессрочную акцию протеста, разбив палатки под окнами у министра Арсена Авакова. Каплин призвал присоединиться к этой акции также пенсионеров вооруженных сил, чернобыльцев, афганцев и бойцов АТО. На следующий раз, у второго, 21 числа, о 10-й године ранку, мы разбиваем наметы и проводим багатотисячную безстроковую акцию протеста под окнами у Авакова, у Министерства внутренних дел. И будем добиваться, в частности, политических требований. Отставки Авакова, перезавантажение в целом полиции и Министерства внутренних дел. И главное, выполнение нашей требований про справедливую пенсию для ветеранов Министерства внутренних дел, ветеранов-силовиков Украины и чернобыльцев и афганцев. Блокировали сегодня и апелляционный суд столицы. Правда, недолго. Там адвокаты Насерова пытались добиться полного снятия обвинений с их подзащитного. Прокуроры, наоборот, просили увеличить залог до 2 миллиардов гривен. Впервые публично выступил и сам чиновник. Чем закончилось это судебное заседание? Материали Александра Васильченко. С самого утра возле апелляционного суда столицы собираются протестующие. Активисты развернули флаги, установили палатку. Со временем к митингующим подтягивается подкрепление. Говорят, от суда требуют прозрачности и справедливости. Есть разные чутки, что может суд нам полягать на уменьшении заставы и, власне, изменении способа утримания. И, власне, это для нас сегодня ключевой увагой. Тем временем в зале заседаний яблоку негде упасть. Здесь собрались представители СМИ, нардепы, свободные слушатели и активисты. Самого фискала в суд доставили без опозданий. Сегодня он уже не выглядит больным. Одет в строгий костюм, постоянно что-то читает. Заседание началось с ходатайств защиты. Требует проведения суда в закрытой форме, а также снятия всех обвинений с подзащитного. Мы особенно просим взагалу отмазать в любом запобежном заходе, поскольку не может быть человек, который не совершил злочин, ограничен в чем-то. Далее суд переходит к апелляциям сторон. Адвокаты по очереди рассказывают о безупречной биографии подзащитного и говорят, что не понимают, на чем основывается подозрение. Затем слово берет сам Насиров. Его речь длится более часа. Фискал заверил, никаких связей Санищенко не имел. Денежную отсрочку, в которой его обвиняют, предприятиям нардепа не давал. Они были в курсе событий, фактически были співучастниками. Опровергает Насиров и существование лондонских квартир. Мол, это старая история 2015 года, и в ней уже разобрались представители НАБУ. О происхождении земельных участков, которые задекларировал, объясняет так, мол, воплощал свою мечту. Действительно, есть арендованная земля в Чернильевской области, где все жизнь умеет посадить его в лесах. После 15-минутного перерыва свои аргументы приводят прокуроры. Они просят суд оставить апелляцию защиты без рассмотрения. Зато вносят ходатайство, чтобы изменить решение суда первой инстанции и оставить фискала под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиарда гривен. Мол, залог в 100 миллионов Насиров внести способен. Роза незакларованных коштей грошовых при переведении их за курсом МГУ складывается 55-55 миллионов гривен. Это лишь альтернатива. А по-друге, что до яблониевых садей, варкость данных земельных тянут в загальность в купности складывается что-то меньше 2 миллиона гривен. После 20-минутных совещаний судь выносят свое решение. Заставим в розыске 100 миллионов гривен. Такое решение судей Насиров называет политически заангажированным. На вопрос, кто стоит за этим заказом, отвечают сотрудники НАБУ. Свои права намерен отстаивать в Европейском суде по правам человека. Также утверждает, залог вносить не будет, поскольку такой суммы у него нет. Недовольны апелляцией и прокуроры. Наразі вынесено решение суду, яке не оскаржується. И ми мусимо працювати з тим, що ми маємо. По словам прокуроров, если Насиров все же внесет залог в 100 миллионов гривен, его обяжут носить электронный браслет и изымут документы, чтобы подозреваемый не смог покинуть пределы страны. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Но тут важно понимать, насколько велики шансы у Насирова в Европейском суде. Не слишком ли радужные перспективы рисуют многочисленные адвокаты экс-главы ГФС? Оценить их мы попросили мою коллегу Елену Зорину, она работает в Брюсселе. Лена, как ты считаешь, поможет ли Насирову иск в Страсбург? Да, Кать, добрый вечер. Но заявить о подачи из Кострасбург, это еще не означает выиграть дело. И то, что оставленный сегодня под стражей Роман Насиров планирует это сделать, заявлял не раз, мол, не согласен с тем, как идет процесс. И сегодня же это подтвердили защитники отстраненного главы фискальной службы. Но хочу сказать, чтобы составить обращение в Европейский суд по защите прав человека, адвокатам придется изрядно попотеть. Дело должно быть беспрецедентным, только тогда суд приступит к рассмотрению, жалобы должны быть конкретными, но и самого решения придется ждать не месяц и не два, а возможно даже несколько лет в Страсбурге с этим не спешат. Насиров, кстати, не первый, кто обращался в ЕСПЧ. Здесь же слушали дело лидера Батькивщины Юлии Тимошенко, ее арест по газовому делу признали незаконным. Сюда же обращался нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко, его кейс признали политическим, а арест незаконным. Также касательно своего ареста сюда обращался экс-регионал Александр Ефремов, бывший вице-спикер парламента и экс-нардеп Николай Томенко относительно кражи мандата. Здесь же рассматриваются пять исков Украины против России, готовится шестой. Интересно, что граждане нашей страны довольно часто обращаются в Европейский суд по защите прав человека. Киев занимает шестое место по количеству исков, а в пятерке лидеров Россия, Польша, Румыния, Франция и Турция. Катя. Елена Зорина была с нами на связи из Брюсселя. Лен, спасибо, что разъяснила тонкости европейского правосудия. А вот дойдет ли до Европейского суда другое дело экс-генконсула Грузии в Одессе, тем разом Нишнянидзе, пока говорить рано. Сегодня в Печерском райсуде пока только определяли ему меру пресечения. Заседание шло непросто и длилось долго. Есть ли какие-то новости из суда? Узнаем у Ирины Романовой и разрасту, расскажи, как проходило заседание и напомни суть дела, в чем обвиняют Нишнянидзе. Катя, добрый вечер. Собственно, заседание по делу Нишнянидзе в Печерском райсуде длится сегодня целый день. Началось оно с часовым опозданием. В полдень задерживался прокурор. Напомню, что в пятницу, когда началось слушание этого дела об избрании меры пресечения для бывшего генконсула Грузии в Одессе, тот потребовал для себя переводчика, поскольку плохо объяснил, что плохо понимают украинские, хотя учился в одном из украинских вузов. Ну и сегодня прокурор с утра пришел сразу с тремя переводчиками. Один из них, правда, оказался троюродным братом Нишнянидзе. И по закону это не положено, поэтому он заявил самоотвод. Судья его удовлетворил. Ну а прокурор сегодня предоставил ксерокопию подозрения на грузинском языке, поскольку в ночь на 10 число, когда подозрение вручали Нишнянидзе на трассе Киев-Одесса возле Белой Церкви, оно было составлено только на украинском языке. Это противоречит закону, поскольку он иностранный гражданин, и такие документы должны быть переведены на его родной язык. Защита и подозреваемые попросили время для ознакомления с материалами, и судья не объявила перерыва. В перерыве прокурор объяснил нам, так в чем же подозревают Нишнянидзе. Каким образом чеки про покупку дорогостоящих речей казались в ответе, которые поданы до Державной фискальной службы. И на представе вказанных чеков было сделано отшкодование. 792 829 гривен. Это именно та сумма за чеками, как когда Нишнянидзе не перебывал на территории Украины, при этом чеки надавались до фискальной службы. Ну и, собственно, после перерыва уже началось обсуждение самого ходатайства. Обвинение, напомню, требует для Нишнянидзе двухмесячный арест, либо же альтернативу за лог 10 миллионов гривен. Сумма действительно большая. И удивилась даже судья. Прошу послушать их диалог с прокурором. Чему саме тримання під вартою, а не застава, не домашній арест, не особиста порука, не особисто зобов'язание? Приймаючи до уваги наявності ризики, передбачених 177 КПКУ, які були зазначені. Сторона винувачення приходить, саме сторона винувачення, це наша думка і наш такий висновок. До висновку приневожливо запобігти вказаним ризикам, шляхом застосування більш м'яких заходів, ніж підтримання під вартою. Чому орган досудового розслідування вважає, що розмір застави буде достатній для виконання підозрюваним обов'язком саме у розмірі 10 млн грн? Я вважаю, що саме цей розмір застави буде достатній для виконання підозрюваним Нішньо Нідзе, саме тих покладених на нього обов'язків і унеможливість, мабуть, бажання виїхати за кордон. В своєм виступлінні Нішньо Нідзе подтвердил, що дійсно с 2007 по 2013 роки він був генконсулом Грузії в Одесі. Дійсно, його консульство в цій рині закупало товари і передавало чеки в налоговую. Налоговая освобождала їх від НДС, вернее, відвращала їм НДС. І тоді ніяких претензій к консульству не було. Його адвокат, напомні, процитував один із міжнародних документів Венську конвенцію, в частності пункти о тому, що дипломати освобождаються від налоговоблаження, а також, що навіть після того, як вони виходять зі своєї должності, у них залишається дипломатичний імунітет. Прошу послушати адвоката. Дипломати, як відомо, по Венській конвенції і з договору про дипломатичні зносини між Україною і Грузією, не є платниками податків і звільнені на підставі закону. Ми не можемо судити його, ні Україна, ні Росія, без згоди Міністерства закордонних справ Грузії. Адвокат сказав, що без розрішення МіД Грузії привлекати к судебним розбирателям дипломатів цієї країни судебні органи України не мають права. І вже захиста Анишній Анидзі подала протест в МіД України. Ну і, собственно, він також добавив, що защита настаиває на тому, щоб суд не удовлетворював иск обвинення. Вечером в суді появились два народних депутата, це Лещенко і Еднак, вони заявили, що готові взяти Нішній Анидзі под личне поручительство. Ну і буквально 5 минут судебне засідання закінчилось. Нам стало известно, що його перенесли на завтра, на 2 часа дня. Катя? Ір, спасибо. Це була Ірина Романова із Печерського суда в столиці, де избирали меру пресечення тимуразу Нішній Анидзі. А нас, возможно, скоро ждет новий громкий судебний серіал. Андрей Садовий не исключає, що може оказатися на скам'ї подсудимих. Сьогодні на своїй страниці в Фейсбуці написав о возможності возбуждення проти нього уголовного дела. Знаєт ли за що? Расскажет Галина Якушко. Не виноват я в блокаді на востокі України. Не виноват. Написав сьогодні Андрей Садовий на своїй страничці в Фейсбуці. Нікаких переговорів не ввел, і ніяких полномочий от активістів не получав. Наоборот, це він, мэр Львова, хтось в блокаді, мусорний. Від фури з відходами не пускають ні на один полігон ні в Львовській області, ні в любой інший. Якщо є команда по всій Україні, не вивозити, блокувати, саботувати, вони чесно виконують команду. Така в нас держава. Це треба дуже сильно не любити людей, щоб штучно створювати такі проблеми. Мусор із Львова не вивозят уже втору неделю. Баки буквально завалені. Центр города, де багато туристів, ще хоч як-то чистять. А вот спальні райони більше напоминають помойки. Це неприємно. І не тільки нам, бо тут всі діти ходять в школу, так якби самі розуміється, що воно все потім носиться додому, в школу, всяка ця інфекція. В то же время губернатор Олексій Нютко в очередной раз заверив. Ні одного офіціального підтвердження від городських властей о том, що грузовики з Львова не пускають на полігону області, він не получав. Дескать, словом блокада, садовий только прикривається. Слово блокада використовується для того, щоб продемонструвати, закрити свою неспроможність, виконати роботи по вивозу твердих побутових відходів. Місто не дало жодного конкретного факту, де б затримувалися сміттєвози чи конкретного номера автомобіля. Передоставити конкретні факты задержання машин городські чиновники, видимо, не можуть, тому що по Україні фури роз'їжджають незаконно. Некоторі грузовики успевали відловити поліцію, і тоді їх возвращали обратно, в Львов. Але багато збрасували відходи подальше від населенних пунктів, чаще всего в лесопосадках. Тільки с начала марта фури з львовським мусором успіли побувати, як мінімум, в шести регіонах. За це время грузовики наведались в Кировоградську, Днепропетровську, Запорожську, Полтавську, Одесську і Черкасську області. Галина Якушки, Юрий Голубинко, подробності, телеканал «Интер», Львов. І ближе к вечеру наші львовські корреспонденти сообщили, що в Яворамському районі області около десятка фур вивалили мусор прямо возле озера. Активисты подозревають, отходи привезли із Львова. Местні жителі в знак протеста перекрили трассу Львов-Краковец. Люди требують встречи с чиновниками. Утопаючий в мусоре Львов сегодня парламентарів не интересовал. На Согласительном Совете о нём не прозвучало ни слова. Эту і другие теми затмила возможна коаліція на троих или пятерых в прежнем формате. Правда, в разных фракціях і позиції разные. Одні уверяют, договариваются, другие опровергають, мол, никаких переговорів нет. С какими заявлениями нардепи возвращаются в Раду после двухнедельного перерыва і змінюється ли хоть що-то в роботі Рады? Вот, що я увидела с утра в парламенті. Іх не було в стенах парламента с февраля, а предстоящі дві недели нардепи обіщають трудитися упорно. Правда, перше, з чого починається Согласительний Совет, все те же внутріні проблеми парламента, дисципліна і посвіщаємость до реформы Рады, которую все никак провести не можуть. Я сподіваюся, робоча група, яка напрацювала законопроект по реформі парламенту, запропоную як мінімум два законопроекта. Кроме цього, Враде надеється в ближайшій неделе сменить состав Центризбіркома і, як безотлагательний, принять закон о двойному гражданстві. Документ сегодня внес парламент-президент. Нардепи більше озадачен меморандумом с МВФ і числі не все фракції требують від Кабміна показати, на каких условіх Україна берет деньги взаймы. Повестка дня, як всегда, полна іниціатив. Тепер, главное, суметь организоваться. Тому ще раз, пане голову, прохання велике, зазважайте свою увагу на цей тиждень на організацію роботи безпосереднього парламенту. Із організаційних вопросів спікер, наконец, дал поручення побыстрію укомплектовати парламентські комітети. 40 нардепів до сих пор не числятся ні за одним. А вот, як укомплектовати коаліцію, похоже, думали, во время двухнедельного перерыва. В самой большой фракції блоки Порошенка говорят, переговори о возвращении ведуться всеми фракциями із состава бывшого большинства. Радикалы, о чим возможному часті в коаліції не раз писали СМІ, громче всех кричат, що нікуда вступати не собираються. А Батьківщина уверяє, якщо і коаліція, так тільки в новому парламенті. Я хочу дуже чітко і ясно заявити, що це обман. Партия Батьківщина не веде ніяких перемовин про те, щоб Батьківщина поновилась і увійшла в ту коаліцію, яка сьогодні руйнує нашу державу. І тому наших підписів ви ніколи не побачите під цією коаліцією, яка діє проти українських інтересів. Самопоміч розговорам о коаліції внимання не уделяють. Больше озадачены блокады на Донбасі і требують закон об окупированних територіях. Парламент при цьому ігнорує вітальні проблеми країни і не говорить ось козна про що. Козна про що. Тільки не про важливі речі. Такі як закон, який сьогодні вимагають всі люди нормальні, адекватні про окуповані території. Ми проти будь-якого відчуження цих територій. Там живуть громадяни України. Мають громадянські паспорта громадян України. І те, що йдемо намагання відштовхнути цю територію, це неправді. Якщо підписані Мінські угоди і є після завершення безпеки програми, політичний план повернення цей території і відновлення територіальні цілості України, то це якраз повністю вкладається в цю ідеологі, і ми її повністю підтримуємо. Але, несмотря на требовання його текст вже появився в свободному доступі. Його опублікували на сайті партії Батьківщина, зберігає. В то же время, в ближайші три роки Київ збернує всім внешнім кредиторам аж 12,5 мільярдів доларів. Об цьому заявив замістець голови НБУ Олег Чурій. Напомню, МВФ є основним кредитором країни, і продовження сотрудничества з фондом в Нацбанкі называють главним условием фінансової стабільності в Україні. На фінішній прямій Україна і Ізраїль окончательно согласують зону свободной торговли между странами в мае. Так даже состоїться офіційний визит прем'єра Гройсмана в Йерусалим. Об цьому в ході переговорів договорились глави українського кабміна Владимир Гройсман і ізраїльського правительства Бендемі Нетаньяху. Але вже завтра Україна буде пристально следить за другой встречою на высшому уровні. Ангела Меркель сегодня ночью вылетит в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом. Почему визит важен для Киева, понятно, ведь украинский вопрос будет одной из главных тем. Чего ждать от встречи лидеров двух сверхдержав, расскажет Татьяна Лагунова. Командировку Ангелу Меркель в США немецкие СМИ называют блиц-визитом. За океан канцлер летит всего на день, но к переговорам подготовилась основательно. Приближённые к Меркель политики рассказали журналистам. Канцлер пересмотрела все ключевые выступления Трампа и даже прочитала его книги, чтобы понять, как подобрать ключ к новому американскому президенту. Главные темы переговоров в Белом доме отношения ЕС и США, сотрудничество в рамках НАТО и ситуация на востоке Украины. Американские СМИ со ссылкой на надёжные источники сообщили, Дональд Трамп собирается попросить у Меркель совета, как вести себя с Россией и её президентом Путиным. И если так оно и будет, то ответ канцлера предугадать несложно. Ангела Меркель, в принципе, редко, кардинально меняет своё мнение по тому или иному вопросу. Когда говорит о России, Украине и Минских соглашениях, то позиция однозначна. Есть Минск, и его нужно выполнить полностью. А потом уже говорить о смягчении санкций против России. Кстати, позицию Ангела Меркель полностью поддерживает и новый министр иностранных дел Германии. Многие опасались, что Зигмар Габриэль будет помягче своего предшественника Франка Вальтера Штайнмайера в отношении России. Но во время своих первых визитов и в Киев, и в Москву Габриэль повторил слова Меркель. Считаем, что переговоры в нормандском формате нужно продолжать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать новую встречу нормандской четвёрки на уровне министров иностранных дел, о чём была достигнута договорённость в Мюнхене. Хотим, чтобы задачей нормандского формата было сопровождение и контроль за выполнением Минского пакета. Так что, какую позицию официального Берлина Меркель озвучит Трампу, в принципе, ясно. Но здесь не стоит забывать, что спрашивает Совета ещё не обязательно Совету следовать. А Дональд Трамп – политик довольно непредсказуемый. Получится ли у Ангела Меркель найти общий язык с Дональдом Трампом, узнаем уже скоро. Переговоры в Белом доме запланированы на завтра, на вторую половину дня. По итогам, лидеры дадут пресс-конференцию и за заявлениями Меркель и Трампа наверняка с интересом будут следить не только в Германии и США. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Буквально только что появилась информация, что визиты Ангелы Меркель в Вашингтон могут отменить из-за снежной бури в США. Американские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Шона Спайсера сообщают, что рассматривается возможность переноса встречи канцлера с Дональдом Трампом на пятницу, 17 марта. А в Украину прибыл глава МИДа Люксембурга. Вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным Жан Асельборн побывал в зоне АТО. Дипломаты посетили линию разграничения, чтобы посмотреть, как живут люди. Министры побывали в Широкине. Глава МИДа Люксембурга отметил, что так уничтожить город могли только профессиональные военные. Вечером Павел Климкин и Жан Асельборн отправились в Днепр, чтобы проведать в больнице Мечникова раненых. Одного из них в очень тяжелом состоянии привезли вчера. Хирурги всю ночь боролись за жизнь 35-летнего бойца, перелили несколько литров крови. К утру его состояние удалось стабилизировать. Но никаких прогнозов врачи пока не дают. За неделю больница Мечникова приняло 11 бойцов. За прошедшие сутки боевики 42 раза обстреляли позицию в УСУ в зоне АТО. Один украинский боец получил ранение. Об этом сообщают в штабе. Подробнее с линии огня Ирина Баглай. Неблизкий и небезопасный путь преодолевают психологи, чтобы добраться к военным на передовые позиции. Уже три года как платья и каблуки эти женщины в АТО сменяют на берцы и бронежилеты. Преподаватель Днепровского университета имени Нобеля Татьяна Ермолаева с коллегой в полевых условиях проводит психотерапевтические сеансы. Пока у нас возвращались первые волны, их и встречали с цветами, и в принципе были почести, ну как-то вот еще их поддерживали, да, то сейчас что-то поменялось в датском государстве. И ребята, которые возвращаются с войны, почему-то считают абсолютно ненормальными, психически, кстати, ненормальными. Хотя они-то нормальны. Психологи развеивают стереотип, сложившийся в мирной Украине, якобы атошники, видевшие смерть из-за пережитого стресса, это опасные люди. По статистике всех войн, реально психических больных, психически больных, это 5 процентов, 5. 95, да, это люди, которые выходят иногда в остром стрессовом расстройстве, но это психология, а не психиатрия. И, понимаете, они возвращаются, как оголенные нервы. Утро эта позиция встретила под вражеским минометным обстрелом. У нас в утром обстреляли с БМП-1. Были минометы. 80-е, 120-е. Минут 30 бился обстрел. Утром, вечером стреляют. При малейшем движении боевики тут же пристреливаются. Муравейник, который работает, а не работает. От позиции к позиции. Чем ближе к противнику, тем становится все опаснее. Если отстрел будет, вы слышите выходы из пулеметной очереди. Если скажу залезть, сразу залягайте. Потому что у них КПВТ там стоит. Разговоры о режиме тишины у наших военных вызывают только горькую ухмылку. Но военные психологи под командованием Капеллана бесстрашно идут вперед. В блиндажах и окопах они оказывают первую психологическую помощь. Реанимируют после самых тяжелых стрессов. Гибели боевых товарищей и непонимания со стороны близких. Непонимание. Когда ребята хотят сохранить, чтобы родные не нервничали. Вот здесь непонимание. И очень сильно, конечно, если погиб товарищ, ранение. И очень сильно это то, что общество не понимает, не принимает, не оценивает. То есть им часто ребята говорят, мне не нужны медали, награды, ордена, просто чтобы... Такое простое человеческое спасибо. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Дениска области. Подробности, телеканал Интер. Европейский союз продлил санкции против юридических и физических лиц, чьи действия угрожают территориальной целостности Украины. Новые ограничения будут действовать до 15 сентября. ЕС обещает заморозить активы 37 организаций и 150 граждан России. Им также запретят въезд в страны Евросоюза. Санкции вступят в силу завтра, когда решение опубликуют в официальном журнале ЕС. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Зеленый змей карьере-непомощник, зампрокурора Днепропетровской области, докатался под шефа до отставки. Полицейский, сказочник, главный коп Крапинистского, задекларировал элитные авто по копеечной стоимости. Первый скандал Евровидения 2017. Доедет ли до Киева участница от России? Докатался. Первого заместителя прокурора Днепропетровской области Романа Соскова отстранили от должности. Все из-за служебного расследования о вождении в нетрезвом виде. О градусе скандала наши корреспонденты. История началась еще 26 февраля, когда чиновника остановили полицейские для проверки документов. Но поведение человека за рулем вызвало у патрульных подозрения. И не зря. Драгер на месте показал наличие алкоголя в крови. Составили протокол. Но зампрокурора был категорически не согласен с результатами экспертизы и решил пройти еще одну проверку. В тот же день обратился за свидетельствованием городской наркодиспансер. И вот прокуратура огласила результаты. Он обратился к коммунальному закладу Днепропетровский наркологический диспансер для проведения медичного обследования. И анализ крови, который он там сдал, показал полную отсутствие в его организме каких наркотических или алкогольных речевин. На сегодня Роман Сосков отстранен от должности. Соответствующий рапорт заместитель прокурора самостоятельно подал в ГПУ. В областной прокуратуре уже начали служебное расследование. Его результаты обещали сообщить позже. В любом случае этот протокол будет расследоваться судом. И каждый из сторон будет выставить свои доводы. Что касается суду, то он судовое заседание, если я не ошибаюсь, будет назначено где-то на конец березня. Роман Сосков в органах прокуратуры работает уже около 20 лет. В мае 2014-го был назначен на должность прокурора Днепра. Уже осенью стал заместителем областного прокурора. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов, подробности телеканал Интер Днепр. А вот главный полицейский Кропивницкого похожее нашел салон слишком уцененных элитных авто. В своей декларации указал добра на сотни и сотни тысяч долларов, но уверяют, что заплатил за них десятки тысяч гривен. Чудеса конвертации по-крапивницки изучала Елена Брынза. Сергей Кондрашенко был назначен на должность главного полицейского Кировоградской области летом 2015-го года за подписью главы МВД. Согласно декларации в том же году его семья заработала 260 тысяч гривен. У них был дом и автомобиль Мазда 2008-го года выпуска. А вот 2016-й видимо правоохранителя появилась трехкомнатная квартира в Кропивницком, а вместо Мазды сразу две иномарки Toyota Land Cruiser и Nissan Juke. Причем куплены обе были по смешным ценам 45 и 50 тысяч гривен. Жодного пояснения звідки взагалі у ну людина, я працюю на зарплату не є підприемцем як вона могла собі дозволити купити два одразу автомобилі при чому досить ну серйозно они коштуют далеко за 200-300 тисяч але ніяк не 45-50 Мы связались с начальником полиції комментировать что-либо на камеру Кондрашенко категорически отказался дескать что покупать и за какие деньги его личное дело позже написал на своей странице в фейсбуке ему повезло дорогие иномарки продавали за такие смешные суммы судя по декларации доход семьи Кондрашенко в прошлом году составил немногим более 600 тысяч гривен но даже если учесть что авто ему достались фактически даром то оставшиеся суммы явно маловато для покупки трехкомнатной квартиры даже в Кропивницком Елена Брынза Владимир Кувакин подробности телеканал Интер Кропивницкий В Одесской области очередной случай нападения на представителей оппозиционного блока на этот раз личности нападавших известны и они даже гордятся совершенным а вот какой будет реакция правоохранителей подробнее в нашем материале гематомы ссадины черепно-мозговая травма Юрий Пирогов активист оппоблока помощник депутата облсовета сегодня в больнице рассказывает все произошло вчера в селе Алтестово под Одессой оппозиционеры приехали раздать информационные листовки неожиданно на них напали активисты автомайдана избивал сначала один человек потом подключились еще то ли двое то ли трое ну избивали сильно избивали руками ногами если видно вот вот эта вся область по словам Юрия особенно отличился Евгений Резвушкин ты запомни мою фамилию моя фамилия Резвушкин и передай лично Скорику и Саутенка вот меня большой привет у оппозиционеров автомайдановцы забрали и сожгли агитационные материалы чем тут же похвастались на своей странице в фейсбуке сам Резвушкин так прокомментировал произошедшее этих никто не бил там один из активистов нас увидел выпал из автобуса почему-то наверное хотел убежать вот они нам всю эту агитку отдали мы его ничего в ОПО-блоке уверены сторонников их полицилы хотят запугать сегодня оппозиционеры пришли в следственное управление областной полиции хотели напомнить что в прошлом году и начале нынешнего это уже 12-й случай нападения на представителей ОПО-блока но ни одно из этих преступлений не расследовано до сих пор что же касается Резвушкина то депутат и возмущается он фигурант уже многих уголовных дел но власти почему-то закрывают на это глаза мы будем требовать в отношении Резвушкина справедливого расследования если этого не произойдет то это будет означать что действующее руководство и полиции и областной прокуратуры фактически Резвушкин это их сотрудник который выполняет те или другие поручения и их и Одесской мэрии полиции сообщили произошедшее Валтестово квалифицировали по статье хулиганство которая предполагает до 4 лет тюрьмы сейчас опрашивают свидетелей проходят неотложные следственные действия после которых если будет достаточно доказательств указанному человеку будет придержено подозрение напомню ранее в Одессе был избит депутат горсовета отопоблока Алексей Еремица депутату Богдану Гиганову сожгли автомобиль а буквально месяц назад группа неизвестных покалечила депутата оппозиционера председателя Раздельнянского райсовета Феликса Сигала Ольга Иванченко Вячеслав Никифоров подробности телеканал Интер Одесса конфликт между Нидерландами и Турцией набирает новые обороты к дипломатическому скандалу подключились не только протестующие полиция но и европейские политики к чему это все приведет Елена Зорина подробнее поменять конституцию и превратиться в султана на практике оказалось не так-то и просто можно нарваться на международный скандал вслед за Германией против агитации за турецкий референдум выступили Нидерланды и похоже отношения с Турцией у этой страны разладились всерьез и надолго то ли приближение парламентских выборов в Голландии голосование через два дня то ли действительно тут максимальная забота о безопасности но уж получилось как получилось все началось еще на выходных когда власти Нидерландов не впустили самолет с главой МИДа Турции на борту а министру по делам семьи которая пыталась его подстраховать в Роттердаме на митинге посвященному конституционным правкам перекрыли дорогу а позже и вовсе ее выдворили из страны дальше больше против протестующих полиция применила водометы а послу Нидерландов в Анкаре посоветовали не возвращаться на работу ну а политики стали обмениваться не просто колкостями но даже откровенными обвинениями в фашизме президент Турции и вовсе потребовал от международных организаций вести санкции против Нидерландов Нидерланды ничем не отличаются от других стран ЕС они действуют как банановая республика мы абсолютно готовы к деэскалации но конечно эти высказывания президента Турции абсолютно неприемлемы скандал докатился и до Брюсселя и теперь уже тут призывают страны пойти на мировую мол дипломатия превыше всего секретарь Совета Европы заявил странам нужен диалог а вот один из лидеров президентской гонки во Франции Марин Липен в своем твиттере выступила против турецких митингов в ее стране дескать зачем принимать во Франции предложения которые отвергли другие демократии приняла сторону Нидерландов и канцлер Германии Ангела Меркель эти сравнения относительно Нидерландов которые пострадали от нацизма абсолютно неприемлемы и именно поэтому Нидерланды получили полную поддержку и солидарность референдум касательно изменений конституции в Турции назначен на 16 апреля в других странах голосование пройдет раньше с 27 марта по 9 апреля поэтому турецкие власти активно развернули агитацию к слову новая конституция сделает из прежнего президента практически султана его будут избирать не на 4 а на 5 лет сам он если захочет может остаться на второй срок и может предлагать стране свой бюджет да и из партии уходить не нужно парламент Турции Эрдогана уже в этом поддержал теперь слово за гражданами страны Елена Зурина Вадим Сверидонов подробности Европейское бюро телеканала Интер конфликт назревает и с грядущим Евровидением Москва в последний день объявила имя участницы от России ее оказалась Юлия Самойлова известно что два года назад она выступала в оккупированном Крыму в СБУ уже пообещали выяснить все подробности незаконного посещения певицей полуострова ситуацию во все обсуждают дипломаты артисты и политики глава МИДа Украины Павел Климкин уже назвал выбор России провокацией нардеп Антон Герасченко заявил Киев может пустить россиянку на конкурс но за посещение оккупированного Крыма она ответит по закону а вот Андрей Макаревич считает не пускать Самойлову глупо главное то как исполнительница поет а политологи призывают организаторов конкурса и украинские власти подойти взвешенно к этому вопросу и не играть на руку России мы чудесно понимаем что Евровидение это аполитичный конкурс и в свое время даже в Древней Греции во время Олимпийских игр войны останавливали и недопуск этого участника или какая-то обструкция этого участника в Украине будет вызывать огромные вопросы к Украине как организатору в отношении способностей проводить такие мероприятия в отношении демократичности в стране мы не должны подыгрывать нашему соседу который не применет использовать эту возможность для того чтобы нанести стране репутационный ущерб возможно можно согласиться с предложением Богдана Еременко которого ни в коем случае нельзя упрекнуть в какой-либо там пророссийской позиции и отсутствии патриотизма но он как человек опытный как дипломат предлагает Соломон такое соломоновое решение когда да выносится запрет на въезд но он приостанавливается на время проведения конкурса Евровидения Европейский союз теряет Великобританию а Британия теряет Шотландию уже завтра Лондон может запустить процесс выхода из Евросоюза и официально начнет двухлетние бракоразводные переговоры с Брюсселем одновременно Великобритании придется вести переговоры с бунтующей Шотландией там сегодня официально заявили об очередном референдуме по независимости давайте поговорим со Светланой Чернецкой и узнаем подробности этого непростого дня в истории Соединенного Королевства Светлана, здравствуй ты сейчас у здания парламента расскажи, что там происходит Катя, сейчас все внимание приковано к тому что происходит в британском парламенте в эти минуты депутаты готовятся к голосованию по законопроекту о выходе из Евросоюза это очень важный момент в истории Брекзита Нижняя палата рассматривает поправки к документу внесенные лордами это касается обеспечения прав европейцев уже проживающих в Соединенном Королевстве и голосования по условиям сделки которую удастся заключить Лондону и Брюсселю депутаты намерены проигнорировать предложение лордов и принять закон в его первоначальном виде это вот-вот должно произойти ну а в 10 вечера по местному времени за документ проголосуют во второй раз уже в верхней палате и там бунт тоже не предвидится ожидается что лорды смиряться и настаивать на своих поправках не будут закон примут в целом еще предстоит маленькая формальность подпись ее величества и Тереза Мэй сможет уже хоть завтра дать старт процедуре Брекзита она начнется с официального уведомления Брюсселя о запуске статьи 50 Лиссабонского договора как на это реагирует в Шотландии они не хотят Брекзита и уже давно говорят о втором очередном референдуме о независимости но похоже готовы перейти от слов к делу так ли? это правда первый министр Шотландии Николас Терджин заявила что референдум по отделению от Великобритании планируется провести в период с осени 2018 года по весну 2019 время выбрано неспроста на тот момент уже будут понятны условия бракоразводной сделки между Великобританией и Евросоюзом и шотландцы смогут определиться в чьих объятиях остаться Лондона или Брюсселя главный аргумент за проведение референдума факт что большинство шотландцев проголосовали за то чтобы остаться в ЕС важно чтобы Шотландия воспользовалась правом выбирать свое будущее в момент когда расклад станет более ясным чем сейчас но это нужно сделать до того как будет уже слишком поздно выбрать наш собственный путь но тут тоже не все так просто сначала Николе Стерджин надо получить разрешение на проведение референдума у шотландского парламента затем у британского правительства а Тереза Мэй не раз подчеркивала отпускать Шотландию не собирается и это ее личный приоритет тем более что первый референдум по независимости проводился всего два года назад и более 55 процентов шотландцев не захотели раскола страны в общем впереди еще много интересного свет спасибо это была Светлана Чернецкая из Лондона президент Европейского совета совета для Туска допросят в суде в деле бывших командующих спецслужб Туск проходит как свидетель в декабре прошлого года прокуратура обвинила руководство разведслужбы в связях с разведкой другой страны в то время Туск был премьером польские СМИ уверены вызов в прокуратуру не случайен властям Польши не нравится что Туск сохранил кресло президента Евросовета на клоне голосования по этому вопросу премьер Беата Шедло просила евродепутатов не отдавать свои голоса за Туска и мы возвращаемся к ситуации на востоке страны за противостоянием участников транспортной блокады и силовиков продолжает следить Руслан Смещук он снова на связи Руслан как развиваются события что изменилось за последний час Катя ну вот 20 минут назад закончился экстренный брифинг главы нацполиции Донецкой области где журналистам сообщили обновленную официальную информацию так вот согласно этих новых данных задержанных под Торецком Щербиновкой и Курдюмовкой было не 43 человека а в два раза больше более 80 людей задержали правоохранителей и изъяли у них 8 единиц стрелкового оружия а не 43 единицы как об этом ранее заявляли в СБУ вот так же к этому часу уже поступило заявление министра МВД Арсена Авакова в котором он говорит что информация о возможных пострадавших во время действий силовиков не подтверждается то есть пострадавших якобы не было и так же на этом брифинге сообщили что контр диверсионная операция продолжается продолжаются следственные действия так что вполне возможно этой ночью или завтра днем будут новые задержания и так же я 10 минут назад связывался с участниками торговой блокады на железнодорожном редуте в Бахмуте они мне сообщили что в принципе пока против них никаких силовых действий не предпринималось там на редуте уже дежурит один из нардепов который будет их прикрывать от правоохранителей но в целом там готовятся к возможному ночному штурму и ночь там будет достаточно напряженной вот на данный момент это все что я могу сообщить а больше информации больше новостей о транспортной блокаде ждите уже завтра в завтрашнем выпуске подробностей студия Руслан спасибо это был Руслан Смещук он продолжает следить за ситуацией на Донбассе где в эти минуты возможно заканчивается транспортная блокада за развитием событий следите на нашем сайте подробности я желаю вам хороших новостей и до встречи завтра субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова